Здравствуйте дорогие друзья! С вами Наталья и как всегда поговорим о розах. Розы отцветают, мы их готовим ко второму цветению. Я уже снимаю ролики, можно сказать, последние штрихи первого цветения. Но вот здесь роза вами всеми любимая. Александра Кенская уже одна из первых начала свое второе цветение. Вот эта розочка растет у меня в ногах опознанной вами розы, как Гертруда Джекил. Она молоденькая, от другого производителя, чем Гертруда Джекил. И вот посмотрите, эта роза одна из первых выдала мне второе цветение. Как хороша эта роза, какой у нее аромат. Это просто чудо. Вот посмотрите, она мне дала пять цветочков. Вот бутончик. Роза ароматная, душистая, красивая. Нет слов. Так что наши розочки постепенно начинают приступать ко второму цветению. А некоторые из них еще обильно цветут и не отдают, так сказать, свои права. Цветут еще в первом цветении. Вот сейчас я подойду к одной из роз, которую я удивительно незаслуженно пропустила. И расскажу вам о ней. Сейчас хочу рассказать вам о розе, которая одна из самых обильно цветущих роз в моем саду. Вы знаете, вы посмотрели мои ролики и сейчас посыпался шквал вопросов. Все задают вопрос, что это за роза. Расскажите, пожалуйста. И вдруг я обнаружила, что об этой красотке я сказала несколько раз вскользь. Обещала вам снять подробный ролик, но этого не сделала. Видимо, забыла и посчитала, что я уже все о ней рассказала. Это роза Лоран Каброль. Роза Массада. Я не раз вам говорила, что розы этого производителя просто поражают. Ну, а эта роза, это шедевр моего участка. И обилие цветов, которые выдала она мне в этом году, меня просто поражало. Мне очень жаль, что я не смогу вам сейчас ее показать уже в той красе, в которой она была. Я это сделаю обязательно во второе цветение, но все же немного расскажу вам о ней. Я еще раз повторяюсь, это роза Массада, роза Шраб, роза лососево-розово-абрикосового цвета. Цветы ее настолько хороши, настолько красивы, а уж какое их обилие было, я не преувеличу. Их было на этом кусте тысячи, тысячи. Он мне дал этот куст такой обилие цветов. Если бы был конкурс, какая роза, так сказать, дала самое обильное цветение, то, безусловно, эта роза получила бы заслуженный приз. Вот здесь растет у меня три куста. Я вам как-то показывала. Я показывала вам эту розу, если кого-то заинтересует, в прогулке по вечернему саду, где-то еще. Вы можете увидеть, как обильно цвела эта роза. Сейчас она, конечно, отсветает, но все равно она по-прежнему, по-прежнему хороша. Роза эта где-то по своему паспорту 70-80 сантиметров. В моем саду, конечно, она 120 минимум. Здесь три куста. Три. И, конечно, за счет этого обилия и цветения этой розы было просто, ну, можно сказать, ударное. Ударное. Роза здоровая, крепкая, незамечена в болезни. Может быть, слегка реагирует на дождь. Маленькую-маленькую какую-то частицу. Но, в принципе, ни дождя особо, ни жары не боится. Цветет великолепно, очень продолжительно. Роза рабочая лошадка. Розочка эта имеет приятный-приятный, такой достаточно приличный аромат. Листва у этой розы чистая, здоровая. Еще раз говорю, в болезнях и вредителях не замечена. Шикарная роза. Мне очень жаль, что я упустила этот момент и не показала ее, когда она цвела просто огромными шапками. Ну, хотя бы немного я исправлю эту оплошность и покажу эту красотку на стадии, так сказать, доцветания куста. Вот знаете, какая разница в розах? Вот сегодня мне пишут и задают вопрос. Я там сказала про одну розу, что никогда не посадил бы ее в своем саду. А вот меня просят, говорите об этом. Вот посмотрите, рядом сидит роза российского производителя Сатин. Очень, очень красивая роза. Я купила ее дорого, в питомнике два куста посадила, обосторгалась ей. Но при малейшем дожде, посмотрите, во что превращается эта роза. Тряпки, лохмушки. Посмотрите, она у меня сидит на переднем плане. Вот эта кисть распустилась уже после дождя. Она, конечно, красивая. Когда я в питомнике ее покупала, там было закрытое помещение, она тоже там была просто роскошно. Но она у меня уже сидит третий год. И третий год при малейшем дожде эта роза превращается в тряпки. Конечно, я хочу убрать ее с переднего плана. И несмотря на то, что она очень красива, понимаете, рассчитывать на погоду и ждать чудес, мне как-то не очень хочется. Запаху этой розы нет. Так она, конечно, здоровая, ничем не болеет. У нее очень чистая, крепкая листва, высокий такой, сильно обильно цветущий куст. Но, увы, вот это я такой розы не хочу. Посмотрите, вот красотка. И продолжает иметь декоративность, и красивый цветок, и аромат. Посмотрите, чудо. И вот во что превращаются розы, которые боятся дождя. Это роза сатин. Я бы ее никогда не посадила. Это роза Лоран Каброль. Восторгаюсь, люблю, восхищаюсь. Жду, когда она мне подарит второе не менее шикарное и обильное цветение. Вот сейчас вы видите розу Шнеевальцев. Очень много поступило по этой розе вопросов. Я делала по ней отдельный ролик. Подробно рассказывала ее параметры и как она себя ведет в саду в моем. Но вот хочу, что сегодня вам рассказать. Задает вопрос, как долго держит цветок и вообще, как ведет себя роза в саду. Плетистая ли она, или все-таки ее ведут как шраб. Ну что, вот я вам должна на эти вопросы ответить. Во-первых, посмотрите. Уже месяц, как цветет эта роза. Я не могу сказать, что в целом она, цветок, держит там 10-12 дней. 5-7. Где-то побольше, в зависимости от погоды. Но прошли ливневые дожди. Стояла адская жара. Посмотрите, она по-прежнему еще имеет шикарные кисти цветов. И продолжает свое цветение. Вот я вам сейчас покажу. Посмотрите, вот здесь в глубине куста. Какие красивые. Не знаю даже, как вам показать. Посмотрите, какая красивая еще кисть цветет этой розы. А вот здесь она еще набирает бутончики. Вот, посмотрите, как красиво цветет эта роза. Роза очень мощная. Вот, кто хочет ее вести как плетистую, я не знаю. У меня она вот толстенная, мощная. Сгибается крайне трудно. Я ее веду как шраб. Листва у этой розы, ну, просто громадная. Вот такая мощная. И ветки все она дает мощные. Посмотрите, вот новый молодой побег. Вот, не знаю, видно вам или нет. Посмотрите, какой он толщины. Он уже сантиметр. А это молоденький побег, так сказать, этого года. Сажать розу или не сажать, вот именно эту, решаете вы. Но в моем саду эта роза, безусловно, украшение. Вы знаете, мы посадили эту розу с сестрой вместе. И я третий год восторгаюсь, а она два года была ей недовольна. А в этом году позвонила мне и сказал, я тебя так понимаю, что ты все время восторгался этой розой. У нее немножечко другая земля, и, видимо, она чуть позже, так сказать, набралась силой. И в этом году тоже цветет просто необыкновенно красивыми цветами. Так что роза замечательная, крепкая, здоровая, обильное такое цветение. Она цветет в две волны. Хотя в этом году я не знаю, как это будет, потому что, вот видите, вот цветет бутоны уже. И, походу, она будет, так сказать, цвести все лето вот такими небольшими всплесками. Ну, а те ветки, которые я сейчас готовлю уже ко второму цветению, вот видите, уже появились почки. И вот я думаю, что тоже в ближайшее время начнут набирать мощь. Дадут нам красивые кисти с бутонами. И во второй волне цветения порадует эта роза нас своей красотой. Вот что хотела вам сказать об этой розе. А теперь посмотрим, что растет у меня еще и цветет на участке. Сейчас мы с вами видим розу Онора Бальзак. Почему я вернулась к этой розе? Вы знаете, ее обильное цветение, вот эти шапки цветов, которые цветут уже месяц, просто поразило меня в этом году. И я хочу, чтобы вы посмотрели повнимательнее на этот цветок и обратили на него внимание. Я говорила вам, что эта роза по своему описанию боится дождя. Ливни, ураганы, ничто не смогло сломить эту розу. Сейчас, конечно, декоративность куста уже минимальна. Я в ближайшие дни начну делать обрезку, несмотря на то, что еще некоторые розы по-прежнему распускаются и еще красиво цветут. Но в целом куст уже, конечно, отсветший. И я буду его готовить ко второму цветению. Но все же вам должна сказать, передний план роза. Ну вот, я не знаю, сколько здесь цветов, не посчитать. Практически месяц цветет без устали. Посмотрите, какая красивая, здоровая листва. Очень красивая, обильно цветущая. Обратите на нее внимание. И растет она у меня практически в тенистом участке, на котором солнце бывает только к вечеру. Вот сейчас редкие лучи солнца пробиваются на этот участок и немножечко радуют эти розы своим теплом. Ну уж, раз начала говорить о ней, покажу, что еще растет на этом участке в данный момент и цветет. Вот роза Эптайт. Я вам показывала ее. Говорила, что, в общем-то, ни о чем. Роза долго приходила в чувства. Роза из питомника Элит. Я жаловалась, что был очень плохой саженец. Но вот немножечко она набрала силы. Конечно, цветение не такое, которое должно бы быть. Но, в принципе, цветение приличное. Роза начинает набирать мощь. И я думаю, что она еще покажет и проявит свой характер. А вот здесь цветет роза. Вот, не знаю, солнце такое. Роза, я вам о ней говорила. Черная сова. Ночная, вернее, сова. Это плетистая роза. Она у меня достаточно пока слабо цветет. Но, смотрю, начинает прям набирать силу. Какая листва здоровая. Дает постоянно цветочки. Цветы у нее, конечно, очень красивые. Но я так поняла, что эта роза любит тень. И, наверное, она наберет силы и еще, так сказать, покажет себя мне в мощном и красивом цветении. Вот здесь у меня растет роза помпанелла. Она сильно-сильно молоденькая. Вот она такая какая-то у меня малышка. Пока клонит сильно головки до помпанелла. В общем-то, и так клонит головки красивая. Очень роза. Конечно, может быть, ей эта тень не очень нравится. Но я надеюсь, что она вырастет мощной и сильной розой. И будет здесь цвести что-то. Вы знаете, у нее есть аромат. Такой приятный, приятный аромат. Но, скорее всего, этот аромат, такой более сильный, дает роза Динке. Вот, посмотрите, Динке цветет. Динке, конечно, мускусная роза, красотка. Да, у нее есть приятный аромат. Она, конечно, тоже клонит головки. Цветочки у нее такие мелкие. Ну, да че ж хороши. Я совершенно не жалею, что посадила ее. Посмотрите, сколько бутонов. Сейчас вот розочки будут у нас уходить на второе цветение. Мы их будем обрезать. А у Динки полно бутонов. И она будет радовать меня своим цветением. Ну, как хорошо вот здесь она закралась к лилии. Прям такой красивый будет объектик. Зацветет лилия. И вот Динки с ней рядышком. Очень красивая, очень достойная роза. Хотя и мелкоцветковая. Но посмотрите, какие букетики выдает эта роза. Ну, вот так. Я краткий вам обзор своего тенистого участка. По-прежнему цветет роза красная шапочка. Она, конечно, пострадала от дождя. Я бы сказала, дождь ее немножечко подпортил. Но, в принципе, очень обильно цветущая, мощная роза. Посмотрим. Она совсем молодая в моем саду. Посмотрим, что она выдаст нам на второе цветение. И как будет вести себя по жизни дальше. Вот все, что хотела рассказать. Рассказала вам. Вот распускается лилия. Но величина этой лилии, я не знаю. Ну, 15-18 сантиметров длина, так сказать, этого колокольчика. Какой-то новый сорт я купила. Посмотрим, как она расцветет. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok